Как не сейчас? Ну, когда же? Извините, но, по-моему, мы здесь лишние. Разрешите? Дело в том, что ты меня не любишь, вот и всё. Конечно, я тебя люблю, Чикенкира. Просто сейчас в моей жизни слишком много проблем. Мой брат Акилис со скандалом ушел из дома и... Ну, ты же в этом не виноват. Разумеется, не виноват. Но он мой брат, и я за него переживаю. Кроме того, до сих пор не решен спор из-за наследства Валентины. Не вспоминай при мне эту толстуку. Она у меня давно поперёк горла стоит. Опять ты за своё. Чикенки, забудь свою ревность и перестань набрасываться на бедняжку. Я люблю Валентину как сестру. Зато она к тебе по-другому относится. И ты не знаешь, что толстуха в тебя влюблена. Валентина, я глубоко уважаю твои чувства к этому молодому человеку. Но ты не можешь жить здесь, пока вы не поженитесь. Что ты хочешь этим сказать? Что ты должна собрать свои вещи и вернуться со мной в дом Вильянуева. Нет, Хуан Ангель, ничего не получится. Ты не сможешь разлучить меня с племянницей. Твой жених будет навещать тебя. В нашем доме нет места подобным сценам. Синьор Вильянуева, эта полицейская операция не имела ни малейшего отношения ни к Валентине, ни к порядкам этого дома. Уверяю вас, здесь ваша племянница живётся лучше, чем в любом другом месте. Извините. Пока, любимая. Пока. Дядя, мне очень жаль. Можешь поверить, но я не собираюсь покидать этот дом. И уж тем более сейчас, когда нужна твоя тётя. Извини. Пусть не сегодня, но я её заберу отсюда. Это не дело, чтобы она жила под одной крышей со своим женихом. И тем более, когда здесь такое творится. По-твоему, я не в состоянии проследить, чтобы роман моей племянницы не вышел за рамки приличий? По-твоему, я сводница? Ради бога, Цаса, не надо драматизировать. Какой же ты бессердечный, Хуан Ангель. Ты даже не способен проявить сочувствие к моему горю. Очень милое выражение соболезнования. Соболезнования? О чём ты говоришь? А ты разве не знаешь? Мы только что потеряли маму Долорес. Валентина в меня влюблена? Что за бред? Это правда. Толстуха сохнет по тебе. И ей всё равно, что ты её кузен, и что у тебя есть невеста. Чикенкира, ради бога. Могу я узнать источник этой глупости? Мне рассказал один человек. Он сам слышал, как Валентина признавалась в этом служанке. А ты в эту чушь поверила. Любимая, это же очевидно. Или ты не замечал, как она закатывает глаза всякий раз, когда видит тебя. Ревность, Чики, ослепляет тебя. Это уже слишком. Ты сам слеп, если не видишь правду. Ну, какую ещё правду? О какой правде ты говоришь? Да, мы с Валентиной любим друг друга, но как родственники. Если бы это было так... Тогда скажи, почему Валентина сошлась с этим полицейским? Я говорю правду. Не знаю, какая муха укусила вашу мать, но она пришла на кухню и сама готовит ужин. Олимпия встала к плите? Ни с того, ни с сего. Но судя по тому, как она ужасно готовит, у вас у всех животы вздуется. Ещё что-нибудь хотите? Да, нимфа. Я к ужину не спущусь. Пожалуйста, принеси мне её. Хорошо. 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 Здравствуйте. Я хочу сделать спецзаказ на этот вечер. Поверь, я впервые об этом слышу. Мне очень жаль, Соса. Я знал, как ты любила эту сеньору. У меня такое чувство, как будто часть меня навсегда ушла с мамой Долорес. Теперь понятно, почему Валентина сказала, что сейчас не может оставить тебя одну. Хуан Ангель, я устала ссориться. Позволь мне спокойно жить рядом с моей толстухой. Пожалуйста, никогда больше не приходи в этот дом с намерением забрать отсюда Валентину. Соса, я не могу обещать тебе этого. Потому что уверен, Валентине лучше жить в доме Вильгенуэва. Но если ты не хочешь увидеть меня в своём доме, обещаю тебе никогда больше здесь не появляться. Прощай. Он ушёл. Святой Антонио. Хуан Ангель ушёл. Прощай навсегда. Милый, давай наконец забудем про толстуху и гориллу и поговорим о нашей помолвке. А мы о ней и говорим. Именно этому мы и посвятим сегодняшний вечер. Мама, о чём ты? Я приготовила особый ужин, чтобы отметить вашу помолвку. Ай, свекровь, ты у меня супер. А что будем отмечать? Как это что, лапуля? То, что мы ссоришь, женимся. Я немедленно к вам присоединюсь и предлагаю прямо сейчас за это выпить. Нимфа, подойди. Передай Пандоре, пусть спустится к ужину. Синерите не здоровится, она велела принести ей ужин в комнату. Вот как отлично. Тогда приготовь поднос, я сама ей его отнесу. Хорошо. Ну надо же, никак не могу сосредоточиться. Если завтра я завалю этот экзамен, то не поступлю в университет. Не падай духом, Валентина. Ты должна быть сильной, нельзя идти на попятный. Ни с учёбой, ни с Франклином. Тебе придётся изображать из себя его невесту. По правде говоря, если Орестас узнает, что я в него влюблена, у меня не хватит сил отрицать это. В чём дело? Что ты тут забыла? Пришла тебя накормить. Я знаю, всякий раз, когда у тебя приступ анорексии, ты просишь принести еду в свою комнату. Это не твоя проблема. И потом я уже выросла, и давно ем самостоятельно. Не болтай ерунды. Я не собираюсь кормить тебя с ложечки, но я не позволю, чтобы ты отдала ужин коту. Сеньора, я могу остаться? Помолчи, идиотка. Врач утверждает, что недостаток питания вызвал у тебя нервное перенапряжение. Так что я отсюда не уйду, пока ты всё не съешь. Понятно? Понятно? Франклин, извини, что я тебя задёргала своими просьбами. Я же знаю, ты пошёл на это только ради меня. Перестань, Валентина, о чём ты говоришь? Для влюблённых нет ничего лучше примирения? Да. Если они на самом деле влюблены. Но сейчас, когда мы одни, нет нужды притворяться. А если я тебе скажу, что не притворяюсь, что мои чувства искренние? Что ты имеешь в виду? Валентина, похоже, я начинаю влюблиться в тебя. Автор сценария Рассан Негрин. Композитор Франциско Кабрухас. Операторы Рафаэль Нунез и Доминго Фуэнтос. Продюсер Ана Висоса. Режиссёр Хосе Алькальде. На русский язык фильм озвучен компанией Zone Vision по заказу ТНТ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТОНえる ТНТ. СТАН ЕС光